В Красноармейском районе ночью полицейские заметили прохожего, пересекавшего пост Чепурниковский. Его странное поведение вызвало подозрение у стражи порядка и было принято решение провести личный досмотр. В результате в сумке прохожего полицейские обнаружили полиэтиленовый пакет с коноплей. 17-летнего жителя Красноармейского района доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Волгоградские правоохранители пресекли деятельность этнической группы, участники которой подозреваются в организации незаконной миграции. Подозреваемые с конца прошлого года за вознаграждение оказывали содействие мигрантов в получении документов, дающих право проживать и работать на территории нашей страны. Они использовали в своей деятельности поддельные документы, изготовленные самостоятельно в принадлежащих им подпольных типографиях. 16 подозреваемых были задержаны при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Проведены 24 обыска по местам жительства в офисах и типографиях. Изъяты поддельные справки, печати, штампы и бланки различных организаций, дипломов, аттестатов, сертификаты о владении русским языком, трудовые патенты, чеки об оплате госпошлин, а также мобильные устройства, банковские карты, электронные носители информации и документы. Возбуждено уголовное дело. Пятеро активных участников группы находятся под стражей. Расследование продолжается. Вновь жители Волгограда и области стали жертвами мошенников. 55-летняя жительница Красноармейского района перевела свои 75 тысяч рублей на счет лжесотрудников банка. По телефону они внушили, что кто-то взломал ее карту и пытается незаконно списать деньги, а затем потребовали назвать все цифровые обозначения на карте якобы для перевода денег на безопасный счет. Что она и сделала. Уважаемые граждане, в очередной раз обращаемся к вам с просьбой не верить таким сообщениям. Сотрудники банка не звонят с такими просьбами и не требуют персональные данные. Продолжение следует...